Приветствую вас, и завершённость отношений проявляется тогда, когда люди не оставляют за собой хвостов отношений. То есть, когда они выясняют до конца свои отношения. Видимо, то, что сказал вам мужчина, вот то, что он вам назвал в качестве причины для расставания, что у него кваси умерло, что он неземельный человек, не показалось вам достаточно серьёзным основанием для того, чтобы разрешать семью. И, наверное, вы думали, что мужчина, именно потому что молодого, хочет пожить для себя, поделать что-то для себя, и вы, наверное, думали, что он к вам всё-таки вернётся, тем более, что вы сохранили нормальные отношения и даже официальный развод не оформляли, вещи все у него не забрали. То есть, не было, как такового, полного раскрыла отношений. И для начала, чтобы завершить, собственно говоря, эти отношения, необходимо расставить цветочки на «и». То есть, вам необходимо с ним ещё раз поговорить и сказать. «Дорогой, у меня сложилась такая непонятная ситуация, что мы вроде бы развод не оформили, да? То есть, мы формально находимся в семейных отношениях ещё. И вещи у тебя мои есть, и общаемся мы нормально. То есть, из-за этого я не могу начать другие отношения. Я не могу идти дальше. Я тебя не обвиняю, но хотел бы всё-таки как-то определиться уже, да? Значит, давай оформим официальное заявление на развод, давай официально разведёмся и так далее». Возможно, именно это поможет вам почувствовать, что вы действительно одобрываете отношения с человеком. Потому что это то, что происходит сейчас с вам. Это, знаете как, временное отдаление. И напоминаю именно это. Нет ощущения, что у вас отношение именно закончилось. А оно всё-таки присутствует, когда люди разводятся. Далее. Вот особенно важно подчеркнуть момент, связанный с тем, что, когда вы обсуждали тему развода, и мужчина сказал вам, что он не готов к семейным отношениям, да? Он не готов, собственно говоря, начаться к тому, чтобы быть с вами. Вопрос. Как вы тогда в тот момент общались? Вы общались так же хорошо, или была ссора, был какой-то скандал, и потом вы обратно опять стали нормально общаться и так далее. Но этот момент, ну, собственно, проработали, потому что, возможно, именно в нём и кроется причина. Что-то оставило в вас надежду на то, что мужчина ушёл от вас не на совсем. И после этого, конечно, понятно, что квартирный вопрос так просто не решишь, но рядом у вас квартира, что по делу? Значит, вам желательно начинать, по возможности, после того, как вы расставите все точки на «ты», официально разведётесь, если разведётесь, значит, вам необходимо начинать общаться в мышке компакт, просто проводить с ними время. И тогда то, что вы делаете, то, чем вы сейчас живёте, у вас отойдёт на второй план. Вы увидите настоящие отношения, нормальные отношения, в которых вы будете занимать соответствующее место, в которых вы будете иметь соответствующее положение. И почувствовав реальное мышкое внимание, почувствовав себя привлекательным, почувствовав себя желанным, вы осознаете, что ваша доска по мужу является следствием воспоминаний, следствием того, что кроется в вашем сознании, следствием образа. И тогда, постепенно, конечно, не сразу, но постепенно вы сможете жить дальше. И рано или поздно в этой ситуации вы встретите мужчину, который даст вам новые ощущения, который станет вашим новым спутником жизни после этих дел. Возможно, вам было бы легче, если бы вы увидели бы мужчину в другой жизни, тогда бы надежда, если она у вас есть, она ушла. И особенно спрашивается логичный вопрос, а вот вы спрашивали у мужа, как у него на личном фронте, если у него старшая женщина и почему он один. Этот вопрос тоже можно обсудить и по итогам расставления с дочкой к нам, и по итогам обсуждения этого вопроса вам станет более понятно, как выйдет ваш муж, как он вас воспринимает и, собственно говоря, почему до сих пор вы официально свои отношения не закончили. И вот на основании этого будет понятно, что вам дальше делать. Но общая рекомендация именно такая. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в плечку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.